Добрый и злой. Казахская народная сказка. Однажды злой отправился пешком в далекий-далекий путь. Он сильно устал и едва волочил ноги. По дороге нагнал его добрый, ехавший верхом. Поговорили, не узнали, что направляются в одно место. «Посади меня сзади», — попросил злой. «Я очень устал. Лошади тяжело будет вести обоих», — ответил добрый. «Лучше сделаем так. Я выступлю тебе место. Ты поезжай верхом вон до того дерева и там оставь коня. А сам иди дальше пешком. Я подойду, сяду на лошадь и снова тебя нагоню. Будем ехать на одном коне по очереди». Злой сел на лошадь и уехал вперед. А добрый пошел следом за ним пешком. Вот подходит он к дереву. «Нет лошади!» Обманул его злой и поехал, куда ему было нужно. Зажигал дальше добрый. Вошел в густой лес. Видит, стоит лачушка. Решила в ней отдохнуть. В лачушке никого не оказалось. Но в огромном казане варилось мясо. Удивился добрый. Хозяина нет, а обед варится. Чудно! Обмакнул путник палец в казан. Попробовал обед. И залез на крышу лачушки соснуть. Поспать. Не успел он закрыть глаза, как вошли в дверь волк, лиса и лев. «Ой!» «Ой!» Стревожилась лиса. «Кто-то пробовал наш обед». «Никто не пробовал!» Успокоил ее лев. Стали звери обедать и рассказывать, кто как время провел. Лисица и говорит. «В одной заброшенной зимовке я нашла клад. В земле зарыт горшок, полный золота. Придется его ходить стеречь. А волк сказал. У бая болеет красавица-дочь. Отец обещал отдать ее замуж за того, кто ее вылечит. А я знаю верное средство от болезни. В атаре у бая есть пестрая овца. Нужно вырезать у нее сердце и натереть им тело девушки. Тогда она станет здоровой. Вот я караулил сегодня пеструю овцу. Караулил. Лев стал рассказывать. Каждую ночь из байского табуна я уношу одну лошадь. Хозяин не знает, кто это делает. Он обещал отдать целый косяк тому, кто поймает вора. Я не боюсь. Ни один конь меня не догонит. Но в табуне есть маленький-маленький рыжий жеребенок. Лишь он один может меня догнать. Пообедали звери и легли спать. А утром они покинули лойчушку. Следом за ними ушел и Добрый. Достал он одежду знахаря, пришел к баю и сказал. Я могу вылечить твою дочь. Бай обрадовался и пригласил его в юрту. Добрый велел поймать пеструю овцу и вырезать у нее сердце. Натер он им тело девушки и она выздоровела. Женился на ней Добрый и пошел разыскивать старую-старую заброшенную зимовку. О которой рассказывала лиса. Выкопал он горшок с золотом и отправился к баю, владельцу конского табуна. Что ты дашь мне, если я поймаю вора, который каждую ночь крадет у тебя лошадей? Спросил Добрый. Я дам тебе целый косяк лошадей, пообещал бай. Пошел Добрый в табун, оседлал маленького-маленького рыжего шеребенка и устроил засаду на льва. Ночью подкрался лев, схватил лошадь и помчался в степь. Добрый бросился за ним в погоню, нагнал его и убил. На другой день получил он от бая косяк лошадей и увел его в свой аул. Прошел год, и Добрый повстречался со злым. Добрый теперь был богач, а злой нищий. Старый рваный халат покрывал его голое тело, а из малахая торчали клочья грязной ваты. Я виноват перед тобой, сказал злой. Я похитил твою лошадь, но добра мне она не принесла. А ты и без лошади разбогател. Как пришло к тебе такое счастье? Расскажи. Добрый рассказал ему, как он попал в лочушку, как подслушал разговор зверей и какую извлек для себя пользу из услышанного. Злой попрощался и поспешил в лес. Нашел он лочушку, про которую говорил Добрый. Увидел в казане вареное мясо, наелся до отвала, запил сурпой и залез на крышу отдохнуть. Вскоре пришли в лочушку волки-лиса. Посмотрела лисица в казан и, как закричит, ой, 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 кто-то съел наш обед. Стали они искать обжору и нашли его на крыше. Тут злому и смерть пришла. Вот и сказке конец, а кто слушал, тот молодец. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь, пишите свои комментарии, пожелания. Возможно, озвучивание ваших произведений. С уважением к вам, Павел Песелин.